доброе ранее утро другими и продолжаем катать и евро трактимулятор 2 версии 142 с вами олег драйвер давай дорогу что он сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь я в польше город вот здесь я закончил свой предыдущий рейс это нереальная экономика это мой богатейший богатейший профиль на евро тракт симулятор 2 предыдущий рейс у меня в этом профиле был на 106 с красной кабиной тоже с бочкой красненькой этот трак какие два предыдущих вернее этот один из трех причем что одно и то же даду как два предыдущих что один из трех из гаража ой дай бог памяти то в латвии в латвии гараж господи а держ память то твоя и тить колотить да ты где у меня ты где и где а резек на его резек на вот хрен ведь запомнишь да тут мой гаражик там трех грузовичка таких сто шестых есть таких относительно простая комплектация вон там подушечка у меня сумочка гудир все свое ножа с собой так значит что здесь у меня получается к сцепка до 3 цистерна к третьему грузовику ну что у нас будет груз поедем отсюда из города лодзь из польши сейчас быстренько тут все обойдем все проверим так запустил двигатель сейчас все проверим как у нас она речка строго вот спереди бегают на крыше все порядок сейчас все проверим все посмотрим все нормальным фар какие зачетно красоте скакая так давай поглядим сцепочка все зачетно и эту сцепочку заказал вместе с траком все мне тут доставлен вернее трак он уже в гараже в этом был и работал я я заказывал только сцепку только цистерночку я заказалась только для пищевых продуктов я на всякий случай все равно наверх маяки поставил ну мало ли чего мало ли какой другой прицеп повезет не все что к бочку буду таскать не будут груза для бочки скажем возьмет что нибудь эдакое другое барает бар галит возьмет какой-либо другой груз так садимся я с поедем дорогу ну чтож только зашел свой бог так свой комп комп свой зашел поглядел сразу же груз выстрелил поедем в румынию какой-то тимишора какой-то городок так теперь она загрузится здесь в лодзи так все нормально так так что у нас это выключаем всего можно ехай поверните на право поехали так что такое так один момент да все гулять все включил включил же ее собака серая чё за фигня собственно сейчас произошла когда включаю компьютер системник запускаю у меня так юсб разъем ну разумеется он подключен от как собственно как и сам лоджитек руль подключены к блоку системному да и подключена ручка кпп скания шрифтера подключена тоже через юсби и вот такая фигня происходит если ты этот юсби от скани ручки кпп ты не вытаскиваешь то после запуска компьютера второй ряд передач допустим тебя не работают я сейчас штекер выдернул назад поставил сейчас так первый нет второй ряд все заработал вот часа вы видели сейчас я включил второй ряд у меня машина заорала потому что первая передача получилась пониженная вот как то так все равно приходится каждый раз выдергать туда и сюда и туда и сюда и так все поехали сейчас едем за грузом держитесь правее затем поверните направо повезем напитки поэрли суром и не и поедем чужди поехать если можно поехать можно и поехать можно и поехать Вот... Парам-парам... Ну, ай-я-хай-ян. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее, затем поверните направо. Один момент... Хорошо, на Европе, да? Радиусы маленькие, это я еще с таким запасом зашел, потому что очень быстро заехал. Приготовьтесь к повороту направо. Так... Поверните направо. Угу, вот нам сюда, все. Приехал. Сейчас зачекинемся. Затаримся напитками и поедем до Румынии. Так, здесь... Ну... Не так часто встретишь специфические такие грузы для цистерн. Значит, остается нам такой вариант. Ага... Ага... Вот они наши напитки. 24 тонны. Ба... Света, ничего себе! Тимишуара. Румыния. Вот сюда поедем. На юг, на юг, на юг. Так-то мне надо сюда прокатиться. Как бы еще на Кипр бы заскочить. Может до Грузии скатаемся. Посмотрим. Я не стал ставить Rusmap и Южный регион. Покатаем по этим картам в реальной экономике. Здесь в этом профиле я катал уже по Rusmap и по Южному региону. 10 раз туда кататься как бы нет особого желания. У меня Европа вообще нахрен ничего не катана. Так, все, взяли. Взяли. Сейчас я покажу карту. Смотри. Я тут по Европе толком-то нифига не ездил. Немножко тут по северу. И вот... Иберию катал, когда зарабатывал 20 из 20, по-моему. Да, там нужно было кучу городов проехать, блин. Чтобы заработать иберийскую неебическую рысь. Вот. И тут я чуть-чуть маленько катал. И все. А здесь у меня ничего не было. Вот это тут не катано, по-моему, было. Это... В промо... В одном из промоцов я катался. Да, не суть важно. Мало, мало. У меня вся пустая Европа, блин. Мне катать не перекатать ее. Так, хорош болтать. Груз забирай уже твою дивизию. Так, это мне что надо? С... С... Сзади туда, да? Ехать надо. Да. А, вон там. Да, проезд запрещен туда налево. Нам направо. Напаганава. 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 Так, аварийнчик. Давай включим. Да, чтоб тебя. Видишь, ты чуть порезче сыпуху бросил и на первой передаче понижена и то машина заглохла. Понял, да? Сейчас мы посмотрим, как нам тут встать надо. Запаркуем. Эх, опасно, как прошел близенько. Так, рисковать не надо, друг мой. Так, нам сюда. Ох, тот же ж. Вот так же ж. Потом вот так. И вот так. Опускаем стекло. Нафиг по зеркалу я не поеду. Поеду, как все нормальные люди. Так, коллега стоит. DFS Logistics. Так. Стоп. Стоп, 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 стоп. Ох ты ж, как тебе. По-аккуратнее, по-аккуратнее, другая. Отличненько, все по красоте. Так, заряжаем бочечку, заряжаем. Отлично. Так, все, груз готов. Так, ну что у нас, восьмой час. Сейчас посмотрим, сколько нам ехать. Так, тогда нас вообще ожидают. Сегодня у нас четверг, начало восьмого утра. И нас ждут в пятницу. Завтра, бла-бла-бла. После обеда, вот, с двух часов дня, с без двадцати три. И до вечера, почти до семи часов завтрашнего дня. То есть у меня, ехать-то, блин, почти косарик. Ох ты ж, батюшка, это я теть-ка ладень. Так, значит, короче, гнать не будем. Приблизительно путь надо будет разделить. Сейчас по карте посмотрим. Примерно пополам, допустим, да? Или можно даже сегодня больше проехать. Да, в принципе, не обязательно. Короче, едем, пока едется. Значит, до обеда, в обед, в обед. До вечера посмотрим, часов до семи, если я до восьми. Сколько я проеду, там нормально, ненормально будет, да? А остальное уже на завтра оставим. Это будет уже вторая серия. Ну, ничего страшного, напишем и вторую серию. Так, а теперь посмотрим, надо ли что-то тут по пути нам открывать. Как-то кадровое агентство, допустим, где-то рядышком здесь будут. А еще там кто-нибудь интересное. Так, здесь у нас ничего нету, ничаганый тёхая. Куда пошел-то тебе налево? А ты прямо такой, да? Сейчас, 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 сейчас все найдем что-нибудь. Где-то что-то рядом, если будет такое интересное. Ничего, ничего, ничего. Так, Будапешт. Так, здесь у нас автосалон, рядом проезжать буду. А здесь кадруха. Так, ладно, посмотрим, я, может быть, крутанусь туда-сюда и проедем. Хорошо. Так, сегет. Ну, здесь как-то вообще сюда не по пути. Слушай, специально заезжать не канает совсем. У меня что тут, гараж здесь в Тимишуаре? Да, ладно. Это импосибол. А я там не был никогда. Я же кучу гаражей купил онлайн. И напихал туда грузовиков и людей нанял. Ну, я же там не был. Чего-то удивляешься. Ладно, все хорошо. Все замечательно. Так. Так, ага. Нормально еще слева зеркало включил. Приятной поездки. Так, ключ на старт. Замечательно. Так, габаритки. Ближний. Дальше нам не нужен, да? Ну, ладно. Поехали. 24 тонн. Это приблизительно 24 куба. Ну, напитки, поскольку они состоят из воды. Так, а варичку. Поскольку они состоят в основном из воды, то и вес у них примерно как у воды. Куб на тонну. Примерно коп на тонну будет у нас так. Так, нам направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Не успел. Газанул бы чуть посильнее, как раз бы на красный зашел бы. Вообще по красоте было бы. Да? Ну, у меня здесь отключено нарушение павел дорожного движения, потому что бывает частенько превышать скорость надо, но я не превышаю в наглую. Я не гоняю там 130 там. Если все идут, скажем, 80-90, вместе со всеми иду 80-90. Но если трафика вообще нету, то я не собираюсь там 80-90 держать. Нахер мне это надо. Можно и 100 и 130 вольнуть, скажем, по ровной дороге. Почему нет? А так вот, ну, я не рискую ни машина, ни грузом. Лишний раз вот такой фигней я не занимаюсь. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Поворачиваем. Так, нам прямо. Давай, султенький, султенький. Давай, 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 давай. Ну что ж ты. Ну, конечно. Все, поехали. Работаем, работаем. Все, работаем. Покидаем замечательный польский город Лодзь. Всем подписчикам с этого города в обязательном порядке. Большой-большой привет. Кто знает, чье это выражение, черкадите в комментариях. Альберту большой привет. Где он там в Польше сейчас? Может быть, в городе Лодзь и заехал в город Лодзь по работе. Держитесь левее, затем съезд слева. Съезд слева. Да съезжаю, съезжаю. Съезжаем аккуратненько, не спеша. Все-таки у нас в бочке текучий груз. А он текучай. Вот какой текучай. Такой текучий, что можно его шатать. Парам-парам-парам-парам. А, ну нифига, справа такой, нифига ты живенький, слушай, а. быстренький такой, шустрый такой. Раз, автобусик-то такой. Раз, справа меня такой. Обошел, такой, боже. Я верю. Накоми. Играет музыка. Так, а нам и сюда, и сюда можно? Ну, наверное, да. Ну, что бы, нет. А, здесь раньше пропускной пункт был, да, смотри. А потом... Все это дело поотменяли. Какого-то пропуска. Значит, теперь все Евросоюз. И все. Так, напомню, у нас сейчас осень. Пока соберусь снова в Россию ехать в реальную экономику, поди уже и зима наступит. Ничего не сомневаюсь, вообще ничего, нисколько не сомневаюсь. Так, что у нас тут дорога? Вот смотри, как хорошо промоуз сделали, да? Никаких тебе вот этих вот стрелочек, блядь, вот... Держитесь, блядь. Сука, дебильник. Затем съезд справа. Вот этих вот светящихся стрелочек, которые тебе показывают, что туда ехать нельзя. Все, ограничения, вот это вот, бордюры эти полосатые, блядь, поставили, там, не знаю, машину там перевернули, там еще что-то сделали. Нафиг вы, ребята, с СССР вот такой херней занимаетесь и так некрасиво, блядь, вот это... Все это делаете, вот. Все, пожалуйста, вот. Все, полосатую херню сделали, вот эту вот, бордюрочки. И все, ты уже туда и поедешь, уже и соваться туда не будешь. И всем становится ясно и понятно, что туда ехать не надо. И красиво. В СССР давно бы уже вот эту фигню вот на вооружение взяли бы, а можно, я бы, хоть как можно сделать. Все, что угодно делайте, только не вот эту светящуюся бредятину. Если вы уже назвали свою игру Евротрак-симулятор, Американтрак-симулятор, тогда эти симулируйте тогда уже по полной борде, тогда уже. Не занимайтесь, да вы херней вот этой вот, светяшечки такие ставят. Туда стрелочка показывает, туда стрелочка на полуруте показывает. Крестик показывает, ехать нельзя. А если будет полосатый бордюр, то я этот, я не пойму. Я прямо поеду. Прямо на этот полосатый, мать его, бордюр. Так, вот сейчас у нас 60, я 79, а 80 уже будет, да, вот еду с превышением, как бы, да. Сейчас бы меня уже, если бы я поставил нарушение правил дорожного движения, уступим место, кто справа сейчас заходит. В обязательном порядке будем вежливыми и уступаем дорогу. Так, извиняюсь. Небольшой важный звонок. Небольшой, но важный. Так, едем, 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 едем. Скоро обед, ближе к 11 часам уже. Будем смотреть, где мы будем останавливаться. В 11, либо в 12, в 12. Посмотрим. Пока все ровненько, пока все ровненько. Едем на юг. Дальше, ближе на юг, там и дороги будут уже более извилистые, там горы и холмы пойдут в Румынии, но не везде. Пока тут замутил чашечку кофе. Поехали. Поехали. Что такое? Подъем крутой что ли? Да. Так, нормально, прилично. Прелестно, прелестно. Так, топлива полно. Кушать пока не хочу. Блин, ехать все за одно видео или как? Так, надо снимать только самое что-то интересное. Да, ты и не донай. Двигайтесь прямо. Не успел бы я затормозить. А что в препятствии впереди, я видал. Аккуратней надо, друг мой, аккуратней. Скамейка бодрячком идет, ты там со стороны побольше моей. Что, пустая что ли? Существенно побольше. Стекловоз. Специальная такая техника. Картины возят с картинной галереи. Видишь, как он закрытый? Здесь же нельзя распиливать здоровое. Представляешь, такое здоровое огроменное полотно такое, да? Ни распилить, ни разобрать, ни скрутить его нельзя. Вот, наверное, вот в таких вот и возят. Большие ветровые стекла, еще там что-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не попал. Так, прям половина одиннадцатого. Смотрим, где я вообще. Так, ого, ого. Да я уехал-то вообще никуда и ни о чем. Так, надо где-то сейчас. Так, Катовица. Так, у нас тут что сейчас есть? Здесь большой... Нет, это не трекстап. Этот карьер, походу. Так, здесь у нас заезжать неохота. Гараж тут мой есть. Так, есть здесь, здесь заправка. Так она маленькая, она вообще болит ни о чем. Здесь у нас типа автобан. Я пока до сюда доеду, мать его. И сюда мне заезжать смысла особого нету. Ничего интересного тут нет. Сюда что ли заехать? Да как-то... Мне буквально заехать-то вот на обед, на час. Блять, как всегда в Европе нихуя вообще ничего нету, а. Куда пожрать-то заехать-то? В гора, что ли, ехать? Ну, разумеется, я там и отдохну, и поем, и вздрямну. Ну, ладно. Ба-ля-ха-муха. Муха-муха. Ну, давай, ладно. Раз нет ни хрена ничего поблизости, поехали в гараж. Там-то по-любому всегда все есть. Все готово, приятный поезд. Ой, спасибо, Галинка. Если б не ты... Скукотища была бы. Скукотища. Так, это что у нас за город-то впереди? Катовица? Ммм, Катовица. Катовица. Так. Где-то тут поворот будет не проборгать. Да, хорошо, тут мы загрузились. Ты смотри, как давчик там напрягается, да? Ага, так, аккуратнее. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Так, нам сюда. Так, нам налево, да? Да, все правильно, левую полосу я взял. Все хорошо. Катовица. Город Катовица. Да, Катовица, это городок. Держитесь левее, затем поверните налево. Польский город. Польский город относительно небольшой, 300 где-то с чем-то тысяч населения. Триста с чем-то тысяч населения. Я точно не помню. А в агломерации вокруг города живет около 3,5 где-то почти 4 миллиона. То есть это все небольшие селушки такие и так далее. Какие-то поселки небольшие, то есть... Сам статус города у него, по-моему, где-то с 1800, там где-то с 60-х годов. Где-то так. Старый город, он... Приготовьтесь к повороту направо. Сталина Грут имел название с 53 по 56-й год, вроде... Поверните направо. Или с 52 по 56-й год. Ну, всего лишь три года. Три-четыре года поносил такое название Сталина Грут. А почему, значит, он так назывался? Ах, почему-то назывался, откуда я знаю, почему так назывался. Этот город всегда славился своей торговлей. Здесь минералы. К повороту налево. Уголь. Сталилитейная промышленность хорошо была развита. Поверните налево. Такой хороший развитый промышленный город. Наука, культура. В интернете полно фотографий. Я специально вот сейчас потратил чуть-чуть времечко на телефоне посмотрел. Очень много красивых фотографий. Город красивый. Вообще, вот эти вот старые европейские города, у них очень богатая история. Я не скажу, что у России бедная история. Речь сейчас идет о Польше. Мы здесь едем. Мы заехали в город Катафици. Так, стоп. А ты куда разогнался-то? Ты хотел заехать в гараж. Ты куда разогнался? Твою тебя дивизию, а? Ха-ха-ха-ха. Я пока опиздел. Я нахер все проехал вокруг, а? Ой, ты мать моя женщина. Ишь такой, экскурсивомотший такой. Блядь. Ой, какие мы умные. Приготовились к повороту налево. Так, как бы нам, слушай, развернуться, а? Так. Ну? Полиция не поймала, значит никто не виноват. Я что сделаю? Вычисление нового маршрута. Вот такой у нас вот польский городок. Здесь у меня есть гараж у Катовицы. У Катовицы. Сейчас, слушай, не проморгай. Историк хренов. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Там подъехал зеленый был. На перекресток я поворачивал. Так, тут где-то слева дальше мой гаражик. Сейчас заедем отдохнем. Часок. Время как раз 12 час. А вот мой гараж. Проехал такой мимо. Да, нормально. Поиск нового маршрута. Развернитесь, когда будет возможно. Сейчас механик быстренько осмотрит мою машинку. Ну, мало ли чего. Там где-то что-то колеса посмотрит. Все ли хорошо, все ли замечательно. Я как раз сейчас, у нас почти 12. Я спокойненько, спокойненько до часу дня я отдохну. Вот как-то так. Так, далеко не уходим. Закажите себе пичку, шавушку, пивасика. Можно там, я не знаю, там. Вильям Лоусон себе закажите с колой или с пеписькой. Ну, что-нибудь придумайте. Вы же умные такие. Только не злоупотребляйте. Это опасное время для здоровья. Так, все. Отобедали. Хорошо отдохнули. Все, поехали. Поедем, поедем. И той же дорогой, откуда я заезжал задом наперед. Развернитесь. Куда? Гала дорогая. Ты что меня путаешь, подруга моя? Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Это я удачно подъехал как раз. Зелененький раз так и подъехал. И это к удаче значит быть добру. Главное, чтобы ты повнимательнее за рулем был и не спешил. В Европе хотя и осень, но еще все зелено, зелено, зелено. Повернитесь к повороту налево. Поверните налево. Поверните налево. Принфир 충оп semaine. Рассized на блок qu 높ого этапа. Чаи. Гдеahi протезнамнамен. Зелененькийость бед. Через проверotted. Вем негиннийavat Moore двигаться. Повернамо. на автопам такой выехали это европа этого мне это даже в нищие польши хороших дорог в процентном отношении к плохим намного больше богатый россии может быть там меньше воруют меньше думают о своей наживе я не говорю что в польше жить лучше нафиг а где родился там изгодился туда ехать и жить я не собираюсь нахер надо не собираюсь потому что нет возможности была бы я бы не знаю поехал бы не поехал да хрен его знает слушай я не знаю говорить о том что все я только в россии всегда бы дожить и никогда бы не хотел там уехать попробовать от торгомости пожить да блин а зачем вот блин а зачем отдавать скажи зачем ну что мне там делать да если бы я скажу работал бы в дальнобой и тогда да ну это как новая цель как бы новая ступень развития это хороший опыт но вот смотри ты по россии поработал как вот альберт до хрена километров накатал по россиюшке много чего знает много чего умеет да конечно не семи пядей во лбу не все знает много еще не знает она сама говорит об этом что я много чего не знаю конечно сейчас в польше уехал в перспективе вот я сто процентов уверен он не будет оставаться в европе поработать да он с удовольствием возьмет рейсы будет брать допустим на ту же англию будет штудировать английский и он по любому либо он в сша потом поедет либо в канаду как минимум какое-то время там поработать может быть не на пмж как минимум поработать это точно ну а смысл тогда вот всего ну да вот сейчас в европе и что дальше дальше какое развитие то надо людовый путь дальше только космический дальнобой Да, куда потом дальше? Да кто его знает? Вот так аккуратненько выходим, смотрим обязательно по зеркалам едем внимательно Держитесь правее Браво Так, ну обратно поеду по Любасу тут уже вот скатаюсь до самых югов, там пока еще лето конечно, это у нас и снег тут на Урале и все остальное А здесь в Европе, да если еще вот на юг едешь, тут как-то еще и зелени достаточно Так, ох, зелененькая, это красота Это я удачно заехал Это я удачно заехал Так, доеду до самых юглов, там, может там в Грузию, куда там еще мотанусь, посмотрим Потом, наверное, пару рейсов сделаю снова по реальной экономике Здесь по Евротрак На Мазайчике Там бабуля у меня замутила один рейс Впечатление у нее в Боре Машину там оставила в этой коле И все на самолете назад На самолете назад в Питер Впечатлений В бабушке море, посмотрите предыдущее видео Бабуля на фуре Гляньте Так, у нас там сейчас сужение, что ли, дороги тут Да, бабушки Так, аккуратненько Ага, сейчас, а, подъем Вижу, там подъем Сейчас будет Вижу, вижу А тут что у нас Ух ты, площадка-то такая Чего-то, тут мутят, что-то тут А, дорогу дальше делать Понял, здесь была старая дорога Вот в этом месте Точно-точно Крутецкий подъем Немножко не вовремя переключился Подсел очень Субтитры сделал DimaTorzok Ох ты, высота тут, да, какая Ну, это так, нормально Ну, в принципе, интересно В принципе, интересно Сейчас, погоди, друг мой Еще пару поворотов И дальше будем повышаться Передачки Медленно, маленько едем Ну, извини, у меня 24 тонны За спиной Это вам И это вам не это Так, все, гребень прошли Походу, да Машина сразу легче пошла А, нет, еще, еще, еще подъем Еще подъем Сейчас еще немножко подсядем Половинку вниз Время, смотри, 4 часа Вот только на нормальной Какой-то храчебе Я доехал, знак тут стоял Кстати, на больших автобанах Вот где по две полосы туда Две полосы в обратку Нифига, слушай Хорошего Ничего найти невозможно Пожрать Что у вас, ох, ёппер Капец, вы там, блин Как так-то На больших автобанах Ни хрена пожрать Ничего нету Вот, надо съезжать Вот куда-то сюда Вот, заправка Здесь есть покушать Туалет Water closet ВС Все тут есть Вот еще зона отдыха Небольшая Ну и туристическая зона Туристическая Это граница Это граница, Вася Словакия Welcome to Slovakia Добро пожаловать в Словакию Очень много Очень много Вот по Европе Вот Если кататься Очень много Красивых Городов Какие-то Старые Какие-то Деревушки В которых Есть замки Вот Вся Европа Архитектурный Бум же В Европе Случился Ведь намного Раньше Чем скажем И в Москве И тем более В Петербурге Петербург Это Европейский Да, город Культурная Столица Но это Относительно Многих Других Городов Это очень Молодой Город Когда в Некоторых Европейских Городах Была Булыжная Мостовая И старые Красивые Замки Какие-то Там Дома Богатейших Старейших Бизнесменов Питера Это еще По сути Не было А в Москве Булыжная Бастовая Была Только На Красной Площади И все А в остальном Это Грязь Грязище Было Страшное Так что Если есть Конечно Такая Возможность Покататься По Европе На машине Надо Использовать Но Сейчас С этим Ковидом С кучей Ограничений Очень опасно Ехать Не знаешь Где И на что Нарвешься Совершенно Не знаешь И не понимаешь Че будет Вообще Где С тебя Потребуют Справку Прививки Где С тебя QR-код Потребуют Там Действия Потребуют Сертификат Прививки Именно Там Какой-нибудь Астразенагель Пфайзер Там Или Джонсон Джонсон Переезд Скажут Мне Ваш Нам Ваш Ковид Нахрен Тут Не Срался Поэтому Так Аккуратно Нам Ваш Этот Ваша Прививка Российская Нам Не Стреляет Никуда Пассажирский Небольшой Коротенький Такой Такой Как Бой На барабанах Тратататам Тататам Тратататататам Приготовьтесь к повороту налево О, горы, холмы Начинаются Поверните налево Приготовьтесь к повороту Направо Поверните Направо Немножко Опять Едем Так Время Половина Шестого Надо Где-то Будет Думать Немного Погодя Уже О ночлеге Где я Остановлюсь Ехать Мне до конца Еще Далеко Ехать до конца Далеко Ну, смелее Все Все Отлично Аккуратно Моторным Моторным Тормозом Надо Пользоваться На повороте Может Кстати На Притермаш Еще И парашютом На повороте С ретардером Идешь Может Легко Тебя Прицеп Растолкать Особенно Там Банская Быстрица Банская Быстрица Это Словацкий Город Смотри Как Старенький Такой Но Есть Как Ты Смотри Есть Современные Тут Даунтауны Это Не Деревня Там Какая Это Старый Город Кстати Численность Населения Где-то 70 80 Тысяч Человек Он Небольшой Городок Такой Но Самое Что Интересное Это Очень Старый Город Первое Упоминание Тихо Чуть 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 Первое Упоминание В древних Скажем Скрижалях Датировано Где-то Примерно 1250 Игут 1255 Год Вы Прикиньте Как Давно Сколько Лет Этому Городу Представляете Охренеть Можно Это Очень Старый Город Так А Светофор А Нет Вижу Но Это Не Значит Что Одна Бахнатая Старость Живет Ничего Подобного Охренеть Что Так, байки, байки, нам еще очень-очень рано. Так, где же нам, слушай, встать-то на отдых, а? А, по карте, по карте, по карте глянем. Сколько нам еще примерно, слушай, а? Ну, где-то так. Ну, блин, ехать-то нормально. Ехать еще, слушай, ничего, да? Так, еще рано вставать нам на ночлег. Так, ха-ха-ха, куда мы поедем? Поедем. Угу. Здесь есть сервис, а здесь у меня есть гараж. Слушай, если я до него дотяну, ну, это будет уже темно. Завтра встаем пораньше и заканчиваем. Ну, так прилично еще остается, слушай, да? Блин. Так, ага. Вот давай здесь в взволе не встанем. Здесь есть где отдохнуть. Есть, есть, есть. Посмотрим где-то тут или сюда заедем. Все решено. Здесь встаю на ночлях. Будет вам завтра, завтра другую серию буду писать. Ну, как бы, упускать-то столько интересного, как бы, и пропускать-то неохота. И вам показать хочется, и сам хочу посмотреть. Так, у нас тут что сейчас поворот-разворот. Ах, невушка-то какой ясный. Погодка-то красивая. Держитесь правее. Затем съезд справа. Теперь это будет погод. Окей, я еще счастливее в двор забуду. Поверните налево. Хороший накат. Красота-то какая. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. А, вон тут как идет. Так, ага, направо. Держитесь правее. Ёп! Затем поверните направо. Зараза! Сука, дорога. Поверните направо. Да подожди ты, дорога заблокирована. Направо, блядь. Сейчас мне тут устроят. Ох ты ж, твою мать. Да ой, бляхом. И куда я? Мне сюда нельзя. Сюда можно повернуть только вот отсюда. Раз, с разворотки сюда. Нет здесь дороги сюда. Блядь, что делать? Чего делать? Чего делать? Твою, а? Ой, ты твой. Блин. Ну и что сейчас? Как вот я сейчас? Здесь дорога сейчас закрыта. Ехать в обход. Вот это вот. Это вообще не вариант. Абсолютно. Сука. И куда я вот сейчас? Ну куда? Куда, твою мать? Здесь вот я куда тут встану? Где-то на обочине сейчас вставать. У меня выхода другого предмету. Назад ехать в Банская Быстрица? Где объездов тут никаких? Ой, ёпцать. Надо ехать так вот сюда, потом вот этой дорогой. Я же время потеряю сколько. Ой, млядь. Блин, что делать, что делать, что делать? Так, надо, значит, принимать решение, короче. Так, мне только сюда где-то, если встать. Ну, вот так и напрашивается само решение, что надо ехать в свой гараж. Сука, вставать на ночлег. Ложиться сейчас пораньше. И ни свет, ни зря, бя-гон, бя-гон. Валить, валить, валить назад. Ладно, хорошо. Ну, а что я сделаю? Хорошей работы. Так, подожди-ка. Ну, давай. Да, блядь, да чтоб вас! Ну, а куда я, как сейчас? Зараза! Так, кстати, мы должны были заехать в городок Зволин. Я еще вот сейчас посмотрел. Вы не думайте, что я такой охрененный тут историк. Я типа тут по Европе тут все города знают. Да ничего подобного. Прежде чем въехать в город, я паузу раз нажал, посмотрел. Ну, так и самому интересно, и вам есть хотя бы что примерно рассказать о тех городках, через которые я проезжаю. Городок Зволин, это еще старее, чем Банская Быстреца, да, город. Этот город основан в 1135 году. Вы прикиньте только, сколько ему лет! Так, едем отдыхать в Банская Быстреца. Ну, нет худа без добра. Немного есть время сейчас. Немножко погуляем. Как бы время уже ближе к 8 часам. Двигайтесь прямо. Ой, нет, пардон, пардон, пардон. Нам сюда нельзя, пардон. Вот здесь направо. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Есть где погулять. Очень красивый исторический центр здесь. Поверните направо. Там до конца и надела. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Не успеваем. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Измени маршрута. Как всегда механики сейчас займутся автомобилем. Посмотрят. Я здесь переночую. Очень хорошо, когда дохерища гаражи у тебя. Очень много, очень хорошо. Так, и что ж мы в других местах где-то допустим переночевать надо. А тут если рядом гараж, то пошел купил гараж да и хрен бы на него. Вот как-то так. Ну что ж, друзья. Так. Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Все замечательно. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. С вами был Олег Драйвер. Пока-пока. Увидимся завтра. До новых волнующих.